В поисках новых тем для сюжетов программа «Галилео» отправилась в Азербайджан. Эта республика соседствует с Россией в Восточном Закавказье и имеет общую границу по Каспийскому морю. А это Баку, столица Азербайджана. Самый большой город не только в стране, но и на Кавказе. Его площадь в два раза больше Москвы. Пока съемочная группа готовилась к предстоящей смене, редактор программы решил осмотреть достопримечательности. В старинном дворце можно почувствовать себя настоящим шагом. Все отлично, только чего-то не хватает. Вроде и росписи на всех стенах и потолках, и витражи в окнах. Однако, жестковато. Ну, конечно, где знаменитые шелковые ковры? Кстати, отличная тема для сюжета «Галилео». Разберемся с этим вопросом. Производство шелковых ковров начинается вот с этих растений. Это шелковица или тутовое дерево. Ничем не примечательное ни на вид, ни на вкус. Если только вы не гусеница тутового шелкопряда, тогда для вас это единственное и любимое лакомство. Личинки шелкопряда – самые, что ни на есть домашние животные. Это значит, что они уже не способны выжить в дикой природе. За многие поколения эволюции они утратили все защитные механизмы и сейчас способны лишь наедаться круглые сутки. Всего за четыре недели гусеница съедает около 25 граммов листвы и увеличивает свой первоначальный вес в 10 тысяч раз. В процессе роста гусеницы линяют четыре раза. После четвертой линьки, через 28 дней после вылупления, гусеницы немного желтеют. Это значит, что они готовы превратиться в куколок и сшить свой кокон. Строительным материалом служит клейкое вещество, выделяемое шелкоотделительными железами. При соприкосновении с воздухом она тут же застывает и превращается в шелковую нить. Шелкопряды выбирают места поудобнее и делают себе уютный кокон. Каждая гусеница производит около полутора тысяч метров непрерывной тончайшей нити. Как же теперь ее размотать? Этим занимаются на фабрике. Для начала коконы нужно хорошенько проварить. В кипятке клей, которым соединены нити, растворяется. Увы, но нельзя допустить, чтобы бабочка сама выбралась из кокона. В этом случае она прогрызает оболочку и порвет нить, которая тут же потеряет свою ценность. После обработки в горячей воде можно разматывать коконы. Но прежде всего нужно отыскать начало каждой нити. Раньше их искали вручную. Сейчас это делает машина. Жесткие кисточки прокручиваются в ванне с размягченными коконами. Цепляют кончики нити и перетягивают эти коконы в соседний резервуар. Те, которые остались без ниток, возвращаются к ловле. Коконы с отмотанными нитями попадают на конвейер. Лишняя спутанная нить отрезается раскаленной струной. Теперь в этом лотке только коконы, готовые к размотке. Цепкий механизм захватывает шелковую нить, подает ее к катушке и начинает наматывать. Толщина волокна около 15 микрон. Это в шесть раз тоньше человеческого волоса. Чтобы получить нить нужной толщины, разматывается сразу несколько коконов. Их нити сплетаются вместе и накручиваются на одну катушку. Теперь толщина этой нитки одна десятая миллиметра. Чтобы сделать нить еще толще, несколько катушек вновь сматывают вместе. Вот теперь это материал, из которого можно плести ковер. Чтобы получить цветной узор, нитки нужно покрасить. Делают это в таких баках, при температуре воды 80 градусов. В качестве красителя, как и сотни лет назад, используют только натуральные ингредиенты. Гора дуба, кожура граната, полы. Чтобы получить насыщенный синий цвет, нужен краситель индиго. Его получают из перетертых листьев растения семейства бобовых индигоферы красильной. На такой объем воды достаточно всего пары ложек. Это очень стойкий пигмент. Кстати, с его помощью раньше красили и джинсовую ткань. Когда мастер видит, что нити приобрели нужный оттенок, они отправляются в сушильный барабан. Он раскручивается до 600 оборотов в минуту. И центробежная сила, как в обычной стиральной машинке, отжимает воду из мотка. Спустя 10 минут нити можно вынимать и отправлять в сушку. Здесь уже собраны нити всех цветов, которые понадобятся для будущего орнамента. Создание узоров для ковров – это особое искусство. В одном лишь Азербайджане существует 7 признанных ковровых школ. Каждая имеет свои уникальные особенности рисунка, по которым знаток сразу определит, где был соткан ковер. Например, такой геометрический орнамент характерен для мастеров города Казах. Художница рисует эскиз на миллиметровой бумаге, отмечая каждый узелок. Когда такой эскиз попадает в ткацкую мастерскую, он становится чертежом, по которому девушки будут работать на протяжении нескольких месяцев. Плетение ковра – крайне трудоемкий и длительный процесс. Каждая точка на рисунке – это один узел, завязанный на основании. В одном квадратном метре шелкового ковра может быть до двух миллионов узелков. Одна ткачиха за день может сделать не более десяти тысяч. Чтобы ускорить процесс, девушки работают бригадами – сплоченными командами, в которых все движения синхронные и доведены до автоматизма. Это важно, ведь следующий ряд узлов можно начинать вязать только когда будет закончен весь предыдущий. Когда ряд готов, поверх него пропускают фиксирующую нить, которая увязывает вертикальную основу и придает прочность ковру. Завершающая операция – обрезка лишних концов. Теперь все ворсинки одинаковой длины. Ковер готов, но его еще нужно привести в товарный вид. В процессе ткачества большое количество пыли, мелких ворсинок и ниток забивается между узлами. В этом барабане весь мусор вытряхивается. Один час на ковер. Теперь водные процедуры. Здесь опять все по старинке. Никаких химических моек высокого давления. Только холодная вода, натуральное мыло, швабра и немного терпения. После стирки ковер нужно просушить. Вот здесь без современных технологий не обошлось. Опять на помощь приходит центробежная сила. Ковер раскручивают в центрифуге, удаляя лишнюю влагу. А вот теперь изделие можно оставить сушиться. На это уйдет целый день. Завершающий этап – это финишная обработка. Здесь удаляют все возможные дефекты, которые могли появиться в процессе создания. Машинкой сбривают лишние миллиметры, чтобы поверхность стала ровной и бархатной. И, наконец, оформление бахромы. Кстати, эти узелки – верный признак того, что ковер был соткан вручную. На производство каждого изделия уходит от нескольких месяцев до нескольких лет. Неудивительно, что ковер размером 10 квадратных метров может стоить целый миллион. Сегодня такие шедевры могут себе позволить только очень состоятельные люди. Впрочем, как и раньше, роскошь всегда была привилегией царей, султанов и редакторов «Галилео». «Больше заходите все, судьи ездят, судьи ездят». «Отвечено, вставайте, пожалуйста, уходите. Быстро, 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 быстро». Чтобы узнать, как ищут нефть, наша съемочная группа отправилась в Азербайджан. Ведь именно оттуда в 1848 году началась мировая история промышленной добычи нефти. Это пригород Баку. Упоминания о добыче нефти в этом районе относятся к пятому веку нашей эры. Нефть здесь повсюду. Где-то даже не надо ничего бурить. Она сама образует лужи на поверхности. А вот здесь из недр выходит газ. На этом склоне огонь горит уже несколько столетий. Природный газ поднимается по трещинам в горной породе и выходит на поверхность без посторонней помощи. Так как же ищут нефть там, где она спрятана глубоко под землей? Мы отправились на запад Азербайджана. Туда, где полным ходом идут поисковые работы. Азербайджан — уникальная страна. На ее небольшой территории представлены сразу девять климатических зон. Всего за два часа пейзаж за окном автобуса полностью сменился четыре раза. Под землей не менее удивительно, чем над нею. Строение земной коры напоминает слоеный торт. Каждый слой — это следы разных эпох. На протяжении сотен миллионов лет море и суша сменяли друг друга. Это хорошо заметно, если взглянуть на склоны гор. Ученые так до конца и не знают, как нефть образовалась, но зато знают, где ее искать. Нефть просачивается в слои рассыпчатого песчаника или трещиноватого известняка и даже может перемещаться, впитываясь в слои, как вода впитывается в губку. В ходе геологических процессов горизонтальные слои искривляются, и нефть начинает более активно мигрировать по ним. Из-за того, что на глубине давление больше, чем на поверхности, нефть не стекает вниз, а наоборот стремится наверх. Попадая в такую складку, нефть не может ее покинуть. Такую структуру геологи называют ловушкой. За миллионы лет в ловушках накапливается огромное количество нефти, образуя месторождение. Мы прибыли в полевой лагерь геофизиков вечером. Дневная жара спала, и сейчас рабочие могут передохнуть перед завтрашней тяжелой сменой. А начальнику партии отдыхать некогда. В его кабинете идет совещание, на котором обсуждается фронт работы на завтра. Линии, по которым будет проводиться разведка, называются профилями. Данные, полученные с каждого профиля, позволяют построить разрез горных пород, на котором хорошо будут видны все подземные структуры. Если геофизики найдут ловушку, то, скорее всего, там и окажется месторождение. Рано утром назначен выезд на полевые работы. Выезжать позже нельзя. Днем температура в степи поднимается до 40 градусов. Наша группа вместе с начальником партии выдвигается в район поиска. У нас будет возможность увидеть воочию все этапы самого эффективного метода поиска нефти – сейсморазведки. Принцип этого метода схож с медицинским УЗИ. У врачей прибор генерирует ультразвуковые волны, которые отражаются от тканей внутренних органов. Чувствительный микрофон улавливает эти отражения, и компьютер выдает картинку. У геологов почти то же самое. Чтобы увидеть недра, сначала нужно создать импульс, который отразится от подземных слоев. На поверхности его нужно уловить, а затем измерить, чтобы получить изображение земной толщи. Первый этап – раскладка кос. Косами геологи называют провода, к которым присоединены сейсмоприемники. Это почти как микрофоны в УЗИ. Они способны уловить мизерные колебания земной поверхности. Длина косы, которую разматывают рабочие сейчас – 3 километра. Через каждые 250 метров на ней установлены датчики. Эти грозные машины называются сейсмовибраторами. Их задача – создать мощный импульс, который отразится от подземных пластов и будет зафиксирован сейсмоприемником. Раньше для этого использовали взрывчатку, но вибраторы удобнее, безопаснее и не наносят вреда окружающей среде. Группа сейсмовибраторов должна двигаться точно вдоль профиля, на котором установлены сейсмоприемники. Именно поэтому машины обладают повышенной проходимостью. Но если на пути все же возникает непреодолимое препятствие, то с ним беспощадно расправляются бульдозеры. Специально для этих целей за каждой сейсморазведочной партией закреплена пара тракторов. Через каждые 100 метров сейсмовибраторы останавливаются, чтобы выдать мощный виброимпульс. Опорная платформа опускается, приподнимая 20-тонную махину. В это время в кабину водителя приходит сигнал от сейсмостанции. Вот она, сейсмостанция, мозг всей сложной системы. К ней подключены все сейсмоприемники. Сюда стекаются данные и отсюда управляют работой вибраторов. Точные координаты машин в поле получают при помощи спутниковой системы навигации. А компьютер синхронизирует и дает машинам команду на запуск виброустановок. Машина начинает подпрыгивать 80 раз в секунду. Глазом это не заметить, но вот на Земле это отражается. Каждый импульс эквивалентен 40 граммам тротила. Получается, за 4 секунды в Землю уходит суммарный импульс мощностью почти 13 килограммов тротила. Сейсмодатчики начинают фиксировать колебания. Внутри этого прибора находится магнит, который опоясывает катушка с тонким проводом, свободно подвешенная на пружине. Приходящая волна колеблет корпус приемника вместе с магнитом, а катушка начинает двигаться. Магнитное поле наводит в ней переменное напряжение, повторяющее форму колебаний. Электрический сигнал от приемника по проводам передается в сейсмостанции. А вот начали принимать первые сигналы. Эти данные еще не конечные, но по ним уже видно, что этот регион имеет неплохую перспективу. Отчетливо видны ловушки, в которых может находиться нефть. Финальная обработка и интерпретация данных проходит далеко от полевых работ в главном офисе. Нужны очень мощные компьютеры, чтобы правильно все посчитать. Геофизики потрудились не зря. Они нашли местоположение перспективной ловушки. Скорее всего, в ней есть нефть, но подтвердить догадку смогут лишь буровики. Но об этом мы расскажем в одной из следующих программ «Галилео». Галилео «Галилео»